Друзья, всем привет! Вы на канале Арина готовит русскую и корейскую кухню. До дня благодарения осталось совсем немного и сегодня я хочу поделиться с вами одним очень вкусным, но очень простым рецептом приготовления одного блюда. Он готовится из самых простых продуктов. Ну что, поехали! Для приготовления этого блюда нам понадобится картофель, несколько штук, вот режем их соломкой. Морковь тоже режем мелкой соломкой. Также соломкой режем кабачок. Ну и еще можно положить по желанию грибы. Вот я взяла грибы эноки. Вы можете взять любые, хоть вешенки, без разницы. Вот их мелко берете, их так вот потрошите и напополам просто мы возьмем их, разрежем и все. Буквально где-то вот так вот. Далее мы берем муку. Мука в Корее специально вот для таких вот блюд, вот такая вот. То есть, допустим, вот это вот, я ее называю еще корейская пицца. Вот эту муку я кладу и еще эту муку это для фритюра. Вот для чего я кладу эти две муки? Для того, чтобы когда мы пожарим наши блюда, наши блинчики, то они как бы будут хрустеть, так вкуснее. Вот я положу вот эти две муки. Два вида. И все это возьмем, мы перемешаем. Так потом будет нам просто проще размешивать. Сначала мы все и сухие гриндеренты перемешаем, а потом положим мокрые. Ну и в самом конце бросаем яйца, затем теплую воду, все размешаем и все, можно будет жарить. Ну и по желанию вы можете сделать для этих блинчиков соус. Вот берем лук зеленый, мелко нарезанный, затем красный перец, сахар, песок, кунжутные семечки, но желательно их, конечно, перемолоть. Я вот сейчас их перемолю. Вот соевый соус. Ложки, наверное, три. Затем кунжутное масло, можно пол чайной ложки. И все это перемешайте. И наш соус готов. Вот нагреваем сковородку и берем подсолнечное масло и масло перилы. И это все смешиваем. Вот немножечко положили этого масла и немножко масла перилы. Это все смешаем и будем на нем жарить. Вот такими небольшими порциями, чтобы удобно было на один раз съесть. Ну вот и готова наша корейская мини-пицца, как я ее называю. Давайте попробуем. Вкусно. А как хрустит. Руками есть все-таки вкуснее. Что, тебе тоже надо? Очень вкусные. Очень вкусные. Не знаю, слышно вам или нет, но хрустит. Очень вкусные. Еще это овощные, а я иногда бывает туда кладу немножечко этого колбаски, мелко режу. И тогда еще вкуснее будет. Ну, сегодня я решила вам сделать овощные. Они очень вкусные. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилось мое видео и мой рецепт. И надеюсь, что вы приготовите это с семьей на День Благодарения. А я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока. Аннём. Аннём.